Нет ворам! Нет ворам! Нет ворам! Нет ворам! Нет ворам! Друзья, ну все видят, какой ажиотаж у нас происходит вокруг выборов. Единая Россия опять предлагает нам своего кандидата. Такая непереизбираемая, несменяемая каста правящих, таких вот псевдовиц в стране, а вы все становитесь обслугой. Эта партия умоляла народ проголосовать за нее на последних выборах, говоря о том, что если будет у нее большинство, то наконец-то она сможет принять народные законы. Народ дал ей большинство и была принята у нас пенсионная реформа и куча всяких остальных реформ и законов, которые показали истинное лицо этой партии. Естественно, за нее никто голосовать не будет. Все вы помните выборы в Приморском крае, когда этот кандидат от коммунистов, Ищенко, реально выиграл выборы. Но там избирком подтасывал, полтора процента якобы в последний момент выиграл Одина Россия. Не ворам! Не ворам! Не ворам! И народ вышел на улицу и пришлось Кремлю. Единственное, что сделать, это просто отменить результаты выборов и назначить новое 16 декабря. Победила! Ура! За кого же мы будем голосовать в Приморье? Нам предлагают коммунистов. Я уважаю коммунистов, но только коммунистов-то не осталось. В очередной раз коммунисты показали, как они легко слились. 96-й год, когда с Грудининым ситуация, тоже был слив. Коммунист, допустим, был человек, которого все помнят, у которого были одни сапоги и один мундир. Вот это был коммунист. Но у него не было денег на заграничных счетах. А нынешние миллиардеры, миллионеры, коммунисты, это уже... Коммунист-миллионер, это не коммунисты. Ищенко, он был сначала с коммунистами. Теперь коммунисты нас предали. Сняли кандидатуру Ищенко с выборов предстоящих. Оказалось, яиц у него больше нет. Сняли для того, чтобы мы все проголосовали опять за Единую Россию. Но появился новый кандидат. Полковник Мамошин, который выдвинули в последний момент патриотические силы России. И появилась реальная угроза для нынешней власти. Тогда они опять решили прикрыться Ищенко. Выдвинув его самовыдвиженцем, чтобы оттянуть голоса. Национальные патриотические силы расторгли договор с коммунистами. Они в очередной раз поняли, что коммунисты просто трепло. Очередное такое же, как ЛДПР, Справедливая Россия. То есть это просто партии, которые обслуживают ядросов. И они сделали грамотное решение. Они выдвинули своего человека. Брат за брата могли отдать жизнь свою. В Приморском крае появится человек, который запустит этот механизм по очищению нашей страны. Мы умеем не только воевать и положить голову на плаху, но мы еще умеем воспитать эту молодежь. Появилась такая кандидатура на пост губернатора Приморского края, как Александр Сергеевич Момошин. Ну что, друзья, нам народу морочат голову. Такие лжепатриоты, как Ищенко. И лжекоммунисты. Если вы истинные коммунисты, тогда докажите это. Всю собственность раздайте народу. Выйдите в одних сапогах, в одном мундире, на улицу. Скажите, что у вас ничего нет, вы готовы отдать свою жизнь за народ. Тогда народ вас поддержит. Но на данный момент таких пока нет. Зюганов у нас миллиардер, счета за границей. Все остальные его подчиненные тоже построены по пирамиде власти. Народа власти там никакого в этой партии нет. Так же, как у ЛДПР. У них все заведено на одного лидера. К которому сверху его реальные хозяева говорят, что делать. Вот когда ваши дети будут учиться в России, тогда мы будем вам доверять. Когда вы все свои деньги будете вкладывать в социальную жизнь нашей земли, тогда и поговорим. Время этого беспредела уходит окончательно. На данный момент, что я вижу, голосовать не за кого в Приморском крае. Кроме одного человека. У нас есть Александр Момошин, которого, я считаю, необходимо поддержать. Чтобы сады или бесплатные, школы были нормальные. Чтобы наркомании у нас не было. И чтобы директор школы, который нанял частную охрану, чтобы наркотики не продавали, если сжгли машину. И милиция этим вопросом не занималась, полиция. Изучив его биографию и моральные качества, я понимаю, что этот человек достоин того, чтобы за него проголосовать. Я узнал, что когда планировался геноцид на Донбассе, он собрался со своими друзьями. И они поехали на Донбасс защищать русский мир. Есть видеозаписи в Ютубе. Тяжело это говорить, когда брат брата лупит. Очень тяжело. А мы поехали того, чтобы все-таки тот, кто направил и приблизил границы России, войска НАТО, совершить быстрый переход и полностью переломать наступление. Главной ударной силой ополчения стала вышедшая из Славянска бригада Стрелкова, одним из батальонов которой командовал воскресший Александр Мамошин с позывным «Самурай». Батальон Мамошина прорывался к селу Кожевня, оставляя три бригады украинской армии в окружении. Наберите герой Новороссии Мамошин, посмотрите, как он там воюет. То есть никто из наших Зюгановых, Ищенко, естественно, туда не поехал. И не поедет никогда. Я узнал, что он был, оказывается, депутатом во Владивостоке. Когда пытались распродать государственную собственность Владивостока, он выступал со своим товарищем против. Ты же тоже был во власти? Да, я был во власти, да. Депутатом тоже, помню. Был, я был в депутатном собрании. Ты там, по-моему, с Даткиным воевал? Да ну нет, я не... Он по его приказу там слышал, что он приказал, что помошины тут не было. Ну, не то, что приказал, он сказал, что меня там не было, да. На самом деле, у нас был план приватизации, да, я был в Комитете по экономической политике собственности. И когда я посмотрел, то есть все, что уходит с молотка, то есть я выскал позицию против, и довольно-таки шумно это было все. Что отдали в бюджетный комитет, там приняли. Последнее время недороги наши говорят, якобы, эта земля принадлежат им. Посмотрите на эту мемориальную доску, сколько здесь легло наших достойных сынов Отечества. Эта земля принадлежат России, матерской, русскому народу, местным народам, которые здесь проживают. И никогда никому мы эту землю не отдадим. Они так и будут, проблема, пока мы не уберем эту либеральную систему. Сегодня кто-то хочет сделать из части из нас красных, из части из нас белых, натравить казачество на народ. А я еще раз повторю, что казачество – это боевой авангард нашего народа. И мы стоим впереди. Уссурийский казак, командир славянского батальона, герой Новороссии, сделает для этого все, что в его силах. Нам нужно объединяться. Мы одно единое монолитное государство. Один единый могучий народ должен стать могучим народом. Вернуть себе былую мощь. В самое трудное время мы стояли на самых сложных рубежах России. Поэтому нам есть что передать молодому поколению, чтобы они выросли достойными, чтобы они были личностями. Я смотрю, что это наш человек, за него можно отдать свой голос, ему можно доверить будущее наших детей. Ведь мы голосуем не только за свое будущее, но и за будущее наших детей.